Вы должны понять, да? Посмотрите внимательно на улицы города, Магнитогорска. И обратите внимание, сколько пластиковых окон стоит. Очень-очень много их стоит в действительности. То есть давайте все-таки возникает замечательный вопрос. Лет 20 назад пластиковые окна это были новинки. Сегодня, сейчас не все смогут остановаться в этой структуре. Потому что, вы представляете, да? Везде и всюду стоят пластиковые окна. И некоторые уже решили уехать с этой страны. Или с этого города, или вообще чем-то поменялись. Мы вам показываем другой вариант. С кем вы можете работать дальше, чтобы это было дешево, сердито и очень вкусно. Ведь вы же видите, что делается на улицах. 90% квартир, а столько же и домов, и это пластик. Что остается делать конкурентам? Ну, первое, снижать цены до минимума и качество тоже. И вот вам новые никакие дома, и вот вам подъезды такие же, и вы покупаете такие квартиры. Либо другой вариант. Цены на том же уровне, но работа лучшая и качественная. И вот посмотрите, вы купили квартиру. Типа с окнами, пластиковыми, естественно. Но почему вы в них замерзаете? Потому как окна вам сделали представители первого варианта. То есть дешево, естественно. И продувает их по самые кривие помидоры. А что теперь делать? Так вот, я вам предлагаю немножко другой вариант. И за небольшие деньги. К слову, куда необходимо ехать? Так вот, куда? Проспект Ленина, 25. Пластиковые окна, натяжные потолки и жалюзи. К слову, здесь есть все профиля, которые производятся в России. Поверьте мне, уж поверьте мне. Все профиля, как и вся резина, это все делается в России. Ну и естественные стеклопакеты. А вам стало холодно. Но вы не беспокойтесь. Когда вы приедете сюда, на проспект Ленина, 25, вы в принципе за те же деньги получите лучшее качество. По весьма недорогой цене. К слову, можно и в рассрочку попросить сделать. Первый раз вижу, который меняет пластиковые окна. Ну, понимаете, некоторые конторы делают, ну, не отвечают качеству. А с этой организацией, в принципе, вот компания была. Она неплохо ставит. Претензий к ним нету. Ставят на хорошо, быстро, качественно. Давайте определимся еще с ценой, да? По сути событий цена-то не сильно большая. Цена небольшая, в принципе, как и по всему городу. Ну, единственное, некоторые работают не с тем профилем, скажем. В этой организации есть профиль Арихау, он себя оправдывает. Он стоит, скажем, цена и качество себя для нашего времени очень оправдывает. Очень дешево получается. Потому что можно заказать подешевле. Ну, не уверен, что они будут стоять. Может, год-два простоят. Ну, прорехавывал, раз поставил и забыл. Ну, как-то да. Все это для меня было сложным. Но так оно и случилось. Человек менял установленные окна. Помните начало сюжета? Остерегайтесь такого качества. К слову, остерегайтесь и рассказа про профиля вообще. Господь дал вам возможность думать и понимать. Так вот, маленькая часть ваших думок имеет телевизионное подтверждение. Вот они, те самые профиля. Они в аккурат за моей спиной и находятся. То бишь, разные профиля. Раз, два, три. Много. То есть, когда вы приходите в какое-то другое место, да, вам начинает что-то конкретно там. Вот, посмотрите, здесь семь, здесь восемь, здесь десять. Как специалист. Потому как я же не только журналистикой занимаюсь. По сути, события я и есть инженер. Инженер, который получил очень качественное образование. В Магнитогорском горно-металлургическом институте. ЭФ-91. И если бы мы не получили автомат по физхимии, если бы... Вообще-то у нас циклическая система была, да, что-то грамотно и ровно объясняли. Поэтому мы не будем говорить спасибо партии родной за пятилетний выходной. Нет, нет. Мы работали. Ну так вот. То есть, если бы вот в эти штучки, или вот в эти штучки, или вот в эти штучки, или вот в эти штучки, они были бы запенены. Сейчас объясняю, почему это было бы хорошо. Потому что в пенопласте маленькие-маленькие дырочки воздуха существуют. Они просто залеплены. Вот тогда это было бы красиво. Но сегодня сейчас этого не существует нигде в природе. Поэтому разницы, в принципе, нет абсолютно никакой. То бишь, когда вы сюда приходите, вы что получаете? Вы получаете грамотный результат. Во-первых, вам не сильно по ушам проезжают это в действительности. Во-вторых, вы понимаете, что лучше грамотно поставить, как мы вам первоначально показали, как это дело ставится в конце. А сейчас, чуть позже, я вам покажу, как все это дело заделывается, для того, чтобы ваши окна работали надолго. К слову, о тех 10% у кого дерево. Дерево, оно, конечно, хорошо. Но вы же знаете, что и у дерева есть срок службы. Оно не может стоять бесконечно. И рано или поздно, но стеклопакеты приходится менять. Возможно, кто-то может сказать, что есть и деревня. Но поверьте, 50% деревенских домов, и это пластик. А зная особенность Магнитогорска, города, в который едут все, и из деревни тоже, мы должны здесь сделать лучше окна по вполне доступной цене. К слову, насчет лучших окон. Туда же, на Ленина 25 или Уральская 55. То есть, перекресток. Вид только с Уральской. То есть, вы купили квартиру. Первоначально что надо было сделать? Естественно, окна поменять, двери. А вот вы выбрали эту контору, да? Посмотрели их цены. Вы посмотрите, вот за вашей спиной очень хорошо, грамотное, устроенное окно. То, что у меня и цены как бы устроили, и то, что рядышком все это было с жильем. То есть, мы будем говорить, что удовольствие, скажем так, очень красивое, да ведь? Ну да, то, что качественно как бы, и окна, и все хорошо сделали, и быстро, главное. Как бы не растягивали, там, допустим, откосы завтра, там, это, это самое. Сегодня пришли, сегодня все сделали, позвонили. Без, даже я тут не находился. Просто все сделали, да? Просто пришел, посмотрел, ну, как бы, поблагодарил, все это самое. Как-то неплохо, да? Все делается быстро и с умом. И тут вариант прост. Пожалуй, лучшие люди здесь работают. Не просто ставят окна, а пропенивают их правильно. Не просто отдают заказчику, а заделывают окна замечательно. То есть, вы обращаетесь сюда, на Ленина 25, вы получаете лучший результат за изумительные деньги. К слову, рассрочка тоже присутствует. К слову, вот вам еще один телевизионный совет. Как не отдать тепло зимой и холод летом? Я потихонечку буду говорить. Это нормальное явление, потому что люди сюда также приходят. Это очень хорошо. Вообще, мне очень нравится, когда я с людьми общаюсь. Если я нахожусь здесь, то постоянно люди идут. Это мне нравится, реально. Так вот, в оконцовке, вы уже посмотрели, как это все дело устраивается. То есть, изумительно все делают. Ну, я бы даже сказал, что это, по сути, очень красиво. То есть, вы понимаете, да, что цены невысокие, делаются все классно. Теперь маленький другой вопрос, как вы все это делали уже затем, и обратившись сюда, не будете терять, кстати, не только тепло летом, но и холод зимой. То есть, представляете, вот такие замечательные жалюзи. Красиво, аккуратно собираются, да. Оптимальный вариант, не чем эти жалюзи нравятся, да. Я сейчас люблю спать летом. То есть, решил поспать, и дайте мне возможность поспать. Закрыл спокойненько жалюзи. Причем, ну, есть снаружи можете, ну, здесь основном внутренние жалюзи. То есть, и пространство выше будет. А есть еще такой вариант, который закрывает. То есть, вот смотрите, вот эти жалюзи, это вот отдельно, да, стекло забирается. А есть такие варианты, которые можно поставить снаружи, да. Представляете, пространство отсюда и досюда. Это ваш, это ваша лучшая часть благоустройства вашего дома. Конечно, красиво, когда пластиковые окна. Но когда еще замечательные жалюзи, то есть, вы не теряете тепло вообще. Кроме всего прочего, вы не теряете холод летом. Очень интересная структура. И обратившись сюда, вы себе можете заказать не только окна, но и замечательные жалюзи. Это точно. Итак, куда идти? Вот вам адрес и телефон. Вот вам то самое место. Доехать легко. Перекресток Ленина и Уральской. Напротив магнита. Вот вам еще и телефоны. Звоните, и вы получите самый грамотный сервис с установкой ваших замечательных окон. А можно заказать и жалюзи, и натяжные потолки, и не мерзнуть зимой, сохраняя прохладу летом. И вот мы еще раз с вами говорим про откосы и про стеклопакеты и естественно. Стеклопакеты вы можете поставить двойные, тройные. Никаких проблем нет. Вот насчет откосов. Разные примочки есть. Но как специалист я вам говорю, что если у вас начинают и по вам начинают проезжать, то, ребятки, нет. В принципе, все абсолютно одинаковое. Разницы нет никакой. Поверьте мне, у нас очень серьезные морозы, и все это дело промерзает, естественно. Другой вариант. Как вы можете это все дело сохранить? Вариант очень простой. То есть, когда мы смотрим на наши зимние условия эксплуатации, где все это дело протекает, как правило, тепло вытекает через окна. Тут вопросов нет. Но в отличие, допустим, старых стеклопакетов, которые были, деревянные, вы это делом не чувствовали, а сейчас чувствуете. Но, как вам показывали, что в принципе здесь вы себе не только окна ставите, вы можете себе замечательные жалюри ставить. И чем толще будет материал, тем вы меньше будете терять тепло, которое будет испаряться с вашей квартиры на улицу, как это делается в любых центрах по ремонту автомобилей. То же самое. Вы здесь покупаете не за дорого окна, вы здесь покупаете не за дорого шторы. Любые разные. В любом случае, чем больше прокладка, тем меньше вы теряете. Понимаете, да?